Блич. Манга и аниме, стиль которого читается практически сразу. Динамичные бои, яркие персонажи и чертовски крутое оружие мгновенно откладываются в глубины сознания. А придумал все это великий и крутой Тайто Куба. Уверенный в себе переносчик солнцезащитных очков, которого на Комик-Коне в 2008 году встречали как рок-звезду. А к 2011 году он встал на пятую строчку самых успешных мангак в финансовом плане. Сколько раз нужно поругаться со своим боссом, чтобы стать таким же как Тайто Куба? Откуда он черпал вдохновение, чтобы сделать Блич Бличом? И почему мангакам важно заниматься каратэ? Обо всем этом я расскажу прямо сейчас. Поехали! Родился маленький Куба в префектуре Хиросима, в городе Футю, 26 июня 1977 года. И на самом деле, имя Тайто является его сценическим псевдонимом, а настоящее Нариаки. Городок Футю, в котором он рос, небольшой, всего лишь 195 квадратных километров и с населением в чуть более 40 тысяч человек. Отец юного Нариаки работал там членом городского совета, а мама заправляла семейным магазинчиком газет. Кстати, родители вообще сильно повлияли на интересы мальца. Когда он учился во втором классе, они показали ему аниме-сериал «Китара с кладбища», который настолько его впечатлил, что Нариаки сразу же стал читать захлеб и одноименную мангу. История «Китара с кладбища» достаточно проста. Маленький Китара живет на кладбище, и он не человек, а йокай, сверхъестественное существо японской мифологии, а отец его последний из племени духов. Несмотря на свое происхождение, Китара симпатизирует людям и постоянно защищает их от проделок и козней других йокаев. И Нариаки в этой истории заинтересовал не столько сюжет, как существа и духи, показанные в «Китара». Из воспоминаний Куба рассказывал, как он даже пробовал рисовать и перерисовывать персонажей, но они получались менее детальными и с упрощенным дизайном. Лично я представляю это только так. Помимо манги, Куба проявляет огромный интерес к архитектуре и дизайну, но в меньшей степени, чем легендарный Цутому Нихей с его величайшим блэймом. Но о Нихее я сделаю видео, когда на бусти будет 50 подписчиков, поэтому вперед, ссылка в описании или вот здесь, если вы смотрите на ютубе. К четвертому классу школы, когда Нариаки исполнилось 10 лет, родители пошли дальше и показали ему мангу святой Сея, в другом переводе рыцаря Зодиака. И тут-то у Куба снесло детскую голову. Но о чем же святой Сея? Давным-давно богине Афине служили воины, называемые святыми. Они защищали ее силой космоса, заключенной внутри них. Теперь же юноша по имени Сея тренируется, чтобы стать одним из святых и заработать мистический доспех Пегаса. Он присоединяется к другим святым, чтобы вместе сражаться за Афину. В течение следующих семи лет Нариаки активно читает Уэкли Шонен Джамп, а побудило его начать читать журнал то, что в нем публиковали рыцаря Зодиака. В манге Куба нравились в огромном количестве батальные сцены и разного рода необычное оружие. Также юного Куба записывают в секцию карате, в которую он ходит около пяти лет, до самого конца обучения в школе. За это время у Нариаки появились маленькие брат и сестра, с которыми ему приходилось нянчиться и постоянно сидеть, а местами и подавать хороший пример, что уже в свою очередь воспитывала в самом Нариаке, помимо хорошего каратиста, надежного и ответственного старшего брата. К семнадцати годам уверенный в себе юноша сразу решил стать мангакой. И не просто когда-то там, в будущем, а здесь и сейчас. Он сел рисовать свою первую работу. Вот только как правильно рисовать мангу Нариаки не понимал. Но, в принципе, его это и не останавливало. Когда я был в третьем классе старшей школы, я выбрал художника в качестве своей желаемой профессии в вопросе о карьерных перспективах перед летними каникулами. Чтобы вы не путались, третий класс старшей школы в Японии это приблизительно 12 класс школы по нашей системе образования. Поэтому, пользуясь случаем, во время летних каникул я нарисовал ваншот. У меня не было ни опыта, ни знаний, как рисовать. Я не знал, что надо сначала набросать черновик, так что сразу нарисовал все на бумаге и отправил на конкурс «Виклишон и Джамп». И этим ваншотом становится «Fire in the Sky», что на русский можно перевести как «Огонь в небо». Его-то Куба и отправляет на хоп-степ-ауэр 95-го года, где он становится финалистом, но не победителем. Кстати, одним из членов жюри, кто оценивал работу Куба, был Такихика Инуэ, автор слэмданка и вагабонда. А вот победителем 95-го стал Масаши Кишимото со своим Каракури, который позднее создаст Наруто. О пути становления этих двух мангак я уже сделал в видео, можете глянуть на канале. Куба победить с такой работой, конечно же, не удалось. Но произошло кое-что более удивительное. Один из редакторов позвонил Нориаке прямо по телефону и предложил ему сотрудничество. И не абы кто, а сам Таканори Асада, весьма заметная личность в мире манги. Он занимался редактурой таких работ, как One Piece, Eyeshield 21 и еще нескольких популярных манг. В случае с господином Куба, меня не так впечатлила сама работа, как то, что его уровень раскрытия действия на странице, как художника, был на очень высоком уровне. Достаточно было просто взглянуть на одну страницу, и можно ясно увидеть персонажей и слова. Я думаю, что Куба нужно было просто позволить изучить основы технологии написания манги, что в будущем позволит читателю получить максимальное погружение от его работ. Будущий мангака сразу же не растерялся и... отказался, аргументируя тем, что сначала он должен научиться хорошо рисовать и отучиться в колледже. Поэтому юноша, закончив старшую школу, сразу поступил в колледж дизайна Анабуки, где он проучился... несколько месяцев и бросил учебу. На самом деле, причин такого решения может быть огромное множество. Как я уже упоминал в выпуске Атакихико и Нуэ, обучение в таких колледжах и институтах занятия не из дешевых. Да и первые несколько лет обучения обычно идут с самых азов. Возможно, Нориаки просто осознавал, что уровень его готовности рисовать мангу прямо сейчас куда выше, чем у всего студенческого потока вместе взятого. Тут-то ему и пригодился номерок телефона Таканори Асада, редактора, который сразу же нашел применение талантом Нориаки. Редактор наставляет Куба рисовать новый ваншот. С этого момента Нориаки берет себе псевдоним... нет, не Тайто. Йосиаки Куба. Так вот, они вместе с редактором сразу садятся за второй ваншот, который многие в интернете почему-то считают первым. Им становится ультра-нечестивое сердце машины, который на самом деле у Куба уже был нарисован, но не отредактирован для публикации. После редактуры он дебютировал в летнем специальном выпуске Шонен Джамп в 96-м году. Хоть эта работа являлась дебютной, она заняла только шестое место в опросе читателей, но в любом случае мангаку не просто замечают, а дают зеленый свет на публикацию новых работ. В следующие пару лет Куба рисует еще два ваншота. Мастер Рун Урара и Плохие копы. Первый ваншот был опубликован в 96-м и был хорошо принят в опросах читателей. В этот момент на Куба начинает надавливать редактор, что в свою очередь плохо сказывается на его продуктивности и желании рисовать. Примерно в это время господин Асада начал делать большой акцент на сериализацию. Да я и сам это начинал осознавать. В этот период мой подход к написанию истории и к манге в целом значительно изменился. А вот со вторым ваншотом, который был опубликован в 97-м году, произошел не очень приятный инцидент. Дело в том, что Куба был еще начинающим писателем, но место под публикацию в журнале было подготовлено редакторами как для опытного мангаки, с возможностью будущей сериализации. Эта мера была предпринята специально для поощрения Куба, у которого немного угас интерес и желание рисовать новую работу. Упадок желания произошел из-за оставшегося осадка от предыдущей его публикации, мастеров рун Урара, но все еще больше усугубилось в связи с сложной производственной суматохой нового ваншота. Эту работу мне нужно было сделать с нуля, и срок, который мне дали, составлял всего лишь три недели. После публикации плохих копов, Куба, который жил в Хиросиме, поступил звонок от главного на тот момент редактора, Кадзухиро Торишимы. Он срочно вызвал Куба в Токио для личной беседы. На следующий день, уже в офисе редактора, Кадзухиро очень в грубой форме отругал Куба за содержание его крайнего ваншота. После слов, что его манга абсолютно бесполезна и не несет никакого смысла, он выложил перед Куба несколько томов Драгонбола и кулака Северной Звезды, приказав нарисовать что-нибудь такое же шедевральное. Из-за этого сложного разговора Куба дистанцировался от писательства более чем на год. Единственное, что Куба вспоминает из этого инцидента, это одно матное слово, что на русский можно перевести как пи***ц. Целый год Асада убеждал Куба, что ему нужно показать редакции свою мотивированность в создании хорошей истории для целой сериализации. Асада предложил упрощенный вариант. Куба должен сделать синопсис истории, придумать хорошее название для манги и набросать эскизы персонажей. А Асада, в свою очередь, все это представит редакции. И я не знаю, какую презентацию провел Асада, но всей редакции журнала будущая работа Куба понравилась настолько, что они даже не стали просить нарисовать первую тестовую главу. К 1999 году Куба начинает рисовать цельную многосерийную историю «Порошок зомби», которую рисует недолго, но очень активно. Буквально за год до 2000-го у него получается выдать целых 27 глав, которые были разделены на 4 тома. Из-за такой непривычной нагрузки у мангеки случается эмоциональный срыв, что повлияло на сюжет и ментальное состояние самого на тот момент Йосиаки. Позднее он заявит, что ему приходилось уделять большое внимание замечаниям редактора, чем своим собственным идеям. И по распространенному мнению, издатель прекратил публикацию «Порошка зомби» из-за низких рейтингов. Но на этот счет я наткнулся на интервью самого Куба. «Я не мог уловить темп до конца. Я пришел и сел в офис редакции и сказал, что не хочу продолжать издавать сериал, потому что еще не готов. Главный редактор опять отругал меня». Думаю, истина в данном случае где-то посередине. Возможно, сложное ментальное состояние Куба и не самые впечатляющие рейтинги «Порошка зомби» в совокупности позволили руководству прикрыть работу, без возможности возобновления. История в «Порошке зомби» опять же простая и необычна. Большинство персонажей являются охотниками за порошком, которые ищут легендарный «Порошок зомби». Он может воскрешать мертвых и делать людей бессмертными, прямо как философский камень. История осталась незаконченной. Все это время, после окончания средней школы, где-то с 15 лет, Куба работал разносчиком газет в магазине своей семьи. И к 2000 году смог накопить около 10 тысяч долларов. Поэтому после своего первого сериального дебюта он переезжает из Хиросимы в Токио. И вот тут-то уже меняет свой псевдоним с Йосиаки Куба на Тайто Куба и начинает рисовать свой магнум опус. Взяв за основу многие наработки из «Порошка зомби», можно сказать, использует свой первый сериал как прототип. К 2001 году он подготавливает первый выпуск манги «Блич». Но прежде чем «Блич» появился, произошел еще один странный случай, подтверждение которому я не нашел в других источниках, кроме Википедии. Но все равно о нем расскажу. Существует миф, согласно которому «Блич» сначала вообще не хотели публиковать. По словам редактора, она была слишком похожа на мангу «Отчет о буйстве духов», которая выходила в том же Weekly Shonen Jump в 90-х годах. Тайто Куба так расстроился, что решил покончить с карьерой мангаки. Но Акира Торияма, создатель Dragon Ball, заметил «Блич» и отправил Куба письмо с просьбой не падать духом, а продолжать работу. А сам Торияма заступился за мангу и сделал все, чтобы ей дали зеленый свет в публикации. Тем не менее, нет достоверных источников, подтверждающих существование ни письма, ни того, что Блич вообще кто-либо пытался забраковать. По крайней мере, ни на японских ресурсах, ни в интервью на упоминание этого момента я не натыкался. В зимнем выпуске журнала Акамару Джамп была опубликована первая глава. Работа заняла первое место в опросе читателей и единогласно прошла отбор на сериализацию. «Осада» и главный редактор журнала отметили, что персонажи манги и мировоззрение Куба были чрезвычайно новаторскими для аудитории Сёнена в то время. «Блич» выпускался в течение 15 лет, с 2001 по 2016 год в журнале «Шонен Джамп». В настоящее время манга закончена и насчитывает 686 глав, объединенных в 74 тома. В 2005 году манга «Блич» была награждена премией издательства «Шогаку Кан» как лучшая Сёнен манга. Также она входит в список комиксов-бестселлеров в Японии и США. Кроме завершенного в 2012 году аниме-сериала, сняты две Ова, четыре анимационных фильма, появилось большое количество видеоигр, мюзикл и две коллекционные карточные игры. Издательство «Шуэйша» занимается новелизацией «Блич». В 2004, 2006 и 2012 году были опубликованы три книги в формате «лайт-новелл», написанные Тайта Куба совместно с еще одним автором Макото Мацубарой. Кто это на самом деле, я не знаю. Пара слов про «Блич». Центральным персонажем является 15-летний школьник Ичига Куросаки, случайно получивший сверхъестественные силы синегами – богов смерти. Синегами в Японии представляют собой что-то вроде персонафицированной смерти, наподобие западного образа старухи с косой. Так вот, наделенный их способностями, Ичига вынужден сражаться со злыми духами, защищать людей и отправлять души умерших в загробный мир. Где-то в 2010 у Куба происходит небольшое осложнение со здоровьем. Непонятная простуда просто выбивала Куба с рабочего графика, и он целую неделю лежал в постели. Как только он вставал на ноги, простуда возвращалась и снова заставляла Куба ложиться на больничный. «Я чувствовал себя жалким. Мне казалось, я просто потерпел огромную неудачу, как мангака. Ведь мангака в первую очередь тот, кто выпускает мангу заданного качества в заданный срок. И что мне нужно предпринять в такой ситуации? Остановиться и забросить историю, когда она завершена лишь наполовину?» Куба думал об этом каждый день, и вскоре ему пришло письмо без имени и адреса отправления. В нем больной мальчик рассказал, что его болезнь неизлечима, и что только Блич смог отвлечь его от плохих мыслей о своей жизни. Мысль о желании прочитать следующий том Блич была первой после его госпитализации, в которой он думал, что завтра уже не наступит. Блич изменил его мир. Блич дал ему новую жизнь. В письме мальчик указал, что Куба отправит это письмо тогда, когда мальчика уже не станет. А заканчивалось письмо словами «Куба-сенсей, у меня лишь одна последняя просьба. Пожалуйста, нарисуйте Блич таким, каким вы бы хотели его рисовать до самого его конца. Именно это я хочу прочитать». Это письмо, как вспоминает Куба, помогло ему справиться с сложным периодом в работе. В своих социальных сетях Куба рассказал, что завершил мангу так, как решил это с самого начала, когда выпустил первую главу сериала, а также поблагодарил фанатов, которые поддерживали его эти долгие 15 лет. В твиттере Тайто опубликовал мангу, из которой стало понятно, что он отдал сердце и душу при создании Блич. А теперь немного интересных фактов. Продажи манги Блич перевалили за 120 миллионов копий по всему миру. В интервью Куба рассказывал, что идея манги зародилась у него тогда, когда возникло желание нарисовать синягами в кимоно. Блич, как неоконченная «Порошок зомби» повествует о жизни и смерти. Принято считать, что «Порошок зомби» является своеобразным прототипом, где Куба оттачивал свой стиль. Куба планировал опубликовать Блич максимум за пять лет. В планах автора не было сложной иерархической структуры сообщества душ, но некоторые персонажи и задумки впоследствии вошли в сюжетную арку с саранкарами, такие, например, как родство Ичига Курасаки с проводниками душ. Некоторые элементы Блич Куба заимствовал из иностранных языков, музыки, архитектуры и кинематографа. Имена многих мечей и заклинаний берут начало в древней японской литературе. Пустые рождаются из испанских терминов, а названия предметов рода Квинси взяты из немецкого языка. Куба особенно увлечен испанским, который кажется ему чарующим и сочным. Любовь к сверхъестественному и монстрам пришла к нему после прочтения манги Китара с кладбища Сигеру Мидзуки. А большое количество сражений и интерес к оружию, мифам и загробной жизни от святого Сеи Масами Курумады, сюжет которого основан, кстати, на древнегреческой мифологии. Атрибуты боевика и способ сюжетного повествования взяты из мира кино, хотя автор не называл конкретных фильмов, которые вдохновляли его на рисование сцен сражений. В интервью для журнала Шонэн Джам в 2007 Куба упомянул, что очень любит большой куш, но как образец его не использовал. Тайта Куба также объяснил, что рисует сцены бит, слушая рок-музыку. Таким образом ему легче придумывать позиции персонажей. Он также старается рисовать реалистичные раны, чтобы читатели сами ощутили боль, которую чувствуют герои. Основная трудность в работе над мангой – это необходимость укладываться в сроки издателей, еженедельно рисуя главы по 19 страниц. У Куба работает три ассистента, тем не менее, всех персонажей и ключевые сцены ему приходится рисовать самому. Даже если я хочу больше внимания уделить какой-то конкретной сцене, которую я считаю важной, у меня нет такой возможности из-за недостатка времени. С другой стороны, тот факт, что еженедельно необходимо рисовать по новой главе, помогает манге сохранить оригинальность и свежесть. Я не думаю о том, что случится дальше, просто появляется какая-нибудь идея, и я тут же воплощаю ее в жизнь. Еженедельная публикация дает мало времени для работы над главами, но с другой стороны, это плюс, потому что они короткие. Когда Тайта размышляет над сюжетом или испытывает трудности с новым материалом, он начинает с создания персонажей и перечитывает предыдущие тома манги. Он упоминал, что любит придумывать неожиданных персонажей, чья внешность дает ложное представление об их личности, так как его привлекают люди с противоречивым характером, а в работе Тайта Куба чувствует необходимость рисовать людей, которые ему нравятся. Долгое время было неизвестно, почему автор выбрал название Блич, который дословно переводится как Белизна или Отбеливатель, ну либо Порошок. Поэтому существовало большое количество теорий. Позже Куба пояснил, что вначале планировал сделать косу оружием проводников душ. Косу должна была носить только персонаж Рукия, а остальные использовали огнестрельное оружие. Поэтому манга называлась Снайп, Стрельба из укрытия или Выстрел снайпера. Затем Куба решил, что мечи больше подходят для его истории, и тогда название Снайп потеряло смысл. Проводники душ в понимании автора ассоциировались с черным цветом, хотя называть мангу Блэк, черный, было бы банально. С другой стороны, Белый тоже предполагает наличие черного в качестве дополнительного цвета, а Блич вызывает в осознании белый цвет. Поэтому автор решил избрать это слово в качестве нового названия. Начиная с порошка зомби и продолжая в Блич, Куба в каждом томе сочиняет стихотворение, которое выражает чувство персонажа с обложки. К завершению сериала Куба порвал себе сухожилие и частично левое плечо. Произошло это по причине того, что он очень сильно любил упираться в левую руку при рисовании. А любая сидячая работа не сказывается положительно на организме. Травма руки сильно сказалась на его психическом состоянии. Также он неоднократно упоминал как восхищен и уважает Осаму Акимото, автора манги «На посту» у парка Камеари в районе Кацусика. А уважает он за то, что манга выпускалась с 1976 года и завершилась совсем недавно, 4 октября 2021 года. В общем количестве 200 томов. На протяжении всех 45 лет сериализации Акимото сохранял прекрасное состояние здоровья. Занятия каратэ помогли Куба справиться с трудностями и давлением. А также, как он утверждает, что именно благодаря каратэ он не испугался и начал рисовать многосерийную мангу. Куба заявил, что жемчуг дракона Акира Тарияма научил его тому, что все злодеи без исключения должны быть сильными, страшными и крутыми. И добавил, что по сей день ни одна боевая сцена не потрясла его больше, чем первое появление Транкса. При создании персонажей Куба сначала пытается создать дизайн, а затем решает, какой будет личность персонажа в соответствии с тем, что он нарисовал. Благодаря такому методу Куба считает любого персонажа уникальным и хочет, чтобы каждый из них развивался на протяжении всей серии. На вопрос о романтических отношениях между некоторыми персонажами Куба отвечает, что не хочет превращать сериал в историю любви, поскольку считает, что в их личностях есть более захватывающие аспекты. Любимый персонаж, которым стал бы Тайто в своей же манге, это Хон. Кстати, его Куба озвучил в овашке в лича «Воспоминания под дождем». Куба принимал самое активное участие в создании аниме-сериала по своей манге. Я полностью участвую в создании персонажей. Чаще всего мангаки просто следят за созданием, но я действительно рисую, как должны выглядеть мои персонажи. Вообще, по существу дела, я сам лично рисую всех персонажей, появляющихся в аниме. Это редкий случай для мангаки, настолько участвовать в создании, но мне нравится. В 2008 году Тайто Куба впервые вылетел за пределы Японии, отправившись в США на Комик-кон в Сан-Диего, где его встречали фанаты, словно Куба был настоящей рок-звездой. Ну и самый крайний факт. В 2020 году Куба нарисовал своеобразный спин-офф Блича «Жечь ведьму». Том вышел 2 октября и за три дня его продажи превысили 86 тысяч копий. Годом ранее прошел дебют от Массаши Кишимото с его Самурай 8, и тот за первые три дня продался тиражом всего лишь 33 тысячи копий. На этом у меня все. Надеюсь, мое видео тебе понравилось и ты уже поставил лайк. Подписывайся на мой Бусти, если хочешь смотреть новые выпуски раньше остальных, вступай в группу ВК и спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео. Это все благодаря читателям. Я получил за эти годы десятки тысяч писем от своих поклонников, от трехлетних малышей до пожилых дам за 70. И я прочитал и сохранил каждое письмо. Они помогали мне каждый раз, когда я хотел сдаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова